Жизнь этой знаменитости очень похожа на американские горки, головокружительные взлёты и стремительные падения. Он не собирался становиться актёром, но быстро пришёл к успеху. Прославился как талантливый режиссёр, но больше как дебошир. Мел Гибсон – австралийский и американский актёр и режиссёр с ирландскими корнями. Кто подбил его учиться драме? От каких ролей он отказался? Кто или что помогало ему снять страсти Христовы? И чем объясняется его скандальное поведение? Ответы на все вопросы в нашем новом видео. Также хочу напомнить, что у нас появился телеграм-канал Микс Шоу, на котором вы можете смотреть наши видео без ограничений скорости, а также много другой интересной и полезной информации из мира селебрити. Присоединяйтесь к нам, будем ждать вас на нашем телеграм-канале. Ну что, народ, поехали! Микс Шоу представляет Мел Гибсон – как живёт оригинальный безумный Макс? Детство в Австралии Мел Колум Килле Джерард Гибсон родился 3 января 1956 года в пригороде Нью-Йорка в семье из 11 детей. Он был шестым ребёнком, а его мать Энн Патрисия была приверженкой ирландской католической веры. Даже имя сыну она дала в честь ирландских святых Мелла и Колума Килле. Кстати, благодаря матери у знаменитости, кроме американского, есть и ирландское гражданство. Отец Мелла Хаттон в 1968 году получил от Центральной железной дороги Нью-Йорка 145 тысяч долларов компенсаций за производственную травму. Сейчас это эквивалентно 1 миллиону 300 тысячам долларов. На эти деньги он решил перевезти свою большую семью в Австралию, откуда родом его мама и бабушка Мелла, оперная певица Ева Майлот. Причины переезда были экономические, но также Хаттон опасался, что его сыновей призовут на войну во Вьетнаме. Гибсоны поселились в штате Новый Южный Уэльс, где раньше жили предки Хаттона. Кстати, у отца Мелла также имеются ирландские корни, но с религией у него не задалось. Он был откровенным критиком католической церкви и основал собственную религиозную общину. Гибсон-старший вообще был крайне интересным и неоднозначным человеком. Благодаря своим интеллектуальным способностям он часто участвовал в телевикторинах и выигрывал денежные призы. Но при этом позволял себе антисемитские высказывания, отрицал Холокост и был сторонником теории заговора. По всей видимости, Мелл пошел в отца. Случайное актерство Параллельно с учебой в общеобразовательной школе будущий актер получал духовное образование в католическом колледже. Он собирался стать журналистом, а о карьере в кино даже не помышлял. Хотя втайне хотел оказаться на месте актеров популярного американского вестерн-сериала «Мэверик». Чаяние брата заметила его сестра и отправила заявление от его имени на поступление в Сиднейский национальный институт драматического искусства. Гибсон тогда работал на заводе по розливу апельсинового сока и не горел желанием учиться. Но сестра уговорила его попробовать, а последним аргументом «за» стала возможность покинуть родительский дом. Вместе с двумя другими студентами Мелл снял жилье. Одним из этих приятелей был Джеффри Раш, тот самый капитан Барбоса из «Пиратов Карибского моря». Вскоре после поступления Гибсон дебютировал на сцене в постановке «Ромео и Джульетта», а в 1977 году впервые появился на экране в фильме «Жаркое лето», за который получил 400 долларов. В том же году Мелл познакомился с будущей женой, стоматологической медсестрой Робин Мур. Есть две версии их знакомства. Согласно первой, они встретились случайно, когда начинающий актер был на гастролях с театром в Аделаиде. По другой версии, им помогло брачное агентство. Так или иначе, но в 1980 году они поженились, и тогда же родилась их дочь. Семейство быстро росло, и с разницей в 1-2 года у них родилось еще шестеро сыновей. Первый успех Тем временем Гибсон продолжал работать в театре, одновременно снимаясь в сериале «Семья Салливан» и парочке других небольших проектах. Но и большая роль не заставила себя долго ждать. Меллу посчастливилось получить главную роль в постапокалиптическом боевике «Безумный Макс». Директор по кастингу этого фильма искал молодого дерзкого парня, поэтому организовал кастинг среди недавних выпускников Института драматического искусства. Легенда гласит, что на прослушивание Мелл пришел после драки, и именно такая фактурная внешность приглянулась создателям фильма, однако режиссер это отрицает. Роль брутального полицейского будущего, вступившего в конфликт с местной бандой байкеров, стала для Гибсона счастливым билетом. «Безумный Макс» стал самым успешным австралийским фильмом 79-го года и быстро приобрел статус культового среди ценителей жанра, а Мелл заработал 15 тысяч австралийских долларов. Интересно, что когда фильм был в первый раз выпущен в США, весь звуковой ряд был переозвучен из-за опасений, что в Америке не поймут актеров с австралийским акцентом. Так все герои, в том числе Мелла Гибсона, обзавелись американским акцентом. Оригинальный австралийский звукоряд все же был выпущен в 2000 году в ограниченном переиздании фильма. «Безумный Макс 2. Воин дороги» вышел в 1981 году. Сиквел принес Гибсону уже 120 тысяч, а между двумя частями он успел сняться в еще нескольких фильмах. Один из них – мелодрама «Тим». За роль молодого человека с нарушением интеллектуального развития Меллу достоился своей первой актерской награды от Австралийского института кино. Кроме того, в фильмографии Гибсона появилась военная драма «Галлиполи» о событиях Первой мировой войны, за которую он получил 35 тысяч австралийских долларов, боевик «Штурмовой отряд Z» с гонораром в 1000 долларов и историческая драма «Год опасный для жизни», где Гибсон сыграл Сигурни Уивер. Последний планировали снимать в Индонезии, потом перенесли на Филиппины, но и там начались проблемы. Пошли слухи, что фильм будет антиисламским, и в адрес Мелла начали поступать угрозы. Поэтому для окончания съемок пришлось перебраться в Сидне. Из-за этого фильм оказался очень дорогим в производстве и едва купился в мировом прокате. Следом Гибсон снялся в приключенческой ленте «Баунти», драме «Река» с гонораром в 500 тысяч долларов и мелодраме «Миссис Соффел». Тем временем Джеймс Кэмерон пригласил нашего героя сыграть Терминатора, но он отказался. К слову, он также однажды отказался сыграть Джеймса Бонда. А еще он рассматривался на роли Бэтмена и Росомахи, но студия отпугнул запрашиваемый гонорар. В 1985 году на экраны вышел третий «Безумный Макс» с подзаголовком «Под куполом грома». Но потом случилось то самое, апокалипсис, и все, ничего больше не осталось. Вы должны понять, здесь ваш дом. К тому моменту зарплата Мэла уже достигла 1 миллиона 200 тысяч австралийских долларов. Герой боевиков. Вслед за этим Гибсону предлагали главную роль в «Крепком орешке», но он выбрал боевик «Смертельное оружие». Не волнуйся, тебе не нужно... Не приближайся ко мне! Слушай, парень, мой босс наблюдает за мной снизу, и я должен хотя бы сделать вид, что пытаюсь спасти тебя. Забавно, что Брюс Уиллис поступил противоположным образом, так как тоже получал приглашение в оба проекта. «Смертельное оружие» — фильм о двух копах лос-анджелесской полиции стал хитом проката и до сих пор любим поклонниками жанра. Кроме того, эта работа привлекла внимание режиссера киноадаптации «Гамлета» Франко Дзефирелли, и он предложил Мэлу главную роль. Пару знаменитостей составила Глен Клоус, а сам фильм вышел в 90-м году. Любопытно, что он стал первым проектом продюсерской компании «Айкон Продакшн», соучредителем которой является Гибсон. Кроме того, актер снялся в криминальном триллере «Пьяный рассвет», продолжении «Смертельного оружия» и комедийном боевике «Птичка на проводе». Съемки последнего проходили максимально комфортно для Мэла. Ему было позволено пожить летом в доме продюсера, так что он мог и сниматься, и отдыхать со своей семьей. Также актер вместе с Робертом Дауни-младшим сыграл в комедийном боевике «Эйр Америка» с гонораром 7 миллионов. Эта работа положила начало крепкой многолетней дружбе между двумя актерами. В то время они оба вели не самый здоровый образ жизни. У Мэла с молодости были проблемы с алкоголем, и режиссеры фильмов, в которых он снимался, удивлялись, как ему удается сохранять хорошую форму и профессионализм. Гибсон тогда признавался, что только на завтрак выпивал не меньше двух литров пива. 92-й год ознаменовался выходом «Смертельного оружия 3», который имел кассовый успех. Благодаря этому, кроме гонораров 10 миллионов, Гибсон вместе с другими актерами получил новенький джип «Рейндж Ровер». А премия канала MTV отметила Мэла и его партнера по площадке Дэнни Гловера наградой за лучший экранный дуэт, а также лучшую экшн-сцену. Кроме того, состоялась премьера фантастической мелодрамы «Вечно молодой». Я хочу проспать год. Ты много пережил. Я все продумал. Забудь об этом. Я 12 лет служил в армии. Это глупо. Я военный. Я здоров. У меня нет семьи. Мне некуда идти. Для последних сцен Мэлу нужно было выглядеть старше своих лет, и гримеры старались нарисовать ему морщин. Но пронзительные ярко-голубые глаза сводили все их старания на нет, так что актеру пришлось надеть серые контактные линзы. В кресле режиссера В 93-м году состоялся режиссерский дебют Гибсона в драме «Человек без лица». Съемками также занималась его продюсерская компания, как и многими следующими проектами Мэла. У фильма были сложности с финансированием, и было нелегко найти исполнителя главной роли. Актеры один за другим отклоняли предложение. Тогда учителя-изгоя Джастина Маклауда пришлось играть самому Гибсону. В 94-м году фильмография знаменитости пополнилась вестерн-комедии «Мэвери», для съемок в которой Мэл специально учился выхватывать револьверы с кобуры. А его гонорар составил 15 миллионов. Но мне кажется, я внесу в игру множество плюсов. Я никогда не мошенничаю, а блефую редко. Я в это не верю. Ха-ха-ха, это естественно. В то же время Гибсона заинтересовал проект фильма о национальном герое Шотландии Уильяме Уоллесе. Он хотел стать режиссером, а вот для главной роли считал себя слишком старым. Продюсеры же, наоборот, хотели видеть Мэла в образе шотландского военачальника, но не рассматривали его как режиссера. И в итоге был достигнут компромисс. Гибсон мог снять фильм, если согласится сыграть Уоллеса. Опустите флаги и возвращайтесь в Англию, заходя в каждый дом и прося прощения за сто лет грабежей, изнасилований и убийств. Сделайте так, и ваши солдаты будут жить. Не сделаете? Погибнете все здесь. К съемкам знаменитость подошел тщательно и дотошно. Главную батальную сцену снимали целых полтора месяца, а хронометраж всего рабочего материала составил аж 90 часов. Труды были оценены, и «Храброе сердце», вышедшее на экраны в 1995 году, получило 10 номинаций на Оскар, пять из которых ознаменовались победой, в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Кроме того, режиссура Мэла Гибсона была отмечена наградой «Золотой глобус». В том же году актер разнообразил свою фильмографию мультфильмом «Покахонтас», где озвучил Джона Смита. А дальше последовали роли в триллерах «Выкуп» и «Теория заговора», за каждой из которых Мэл получил 20 миллионов. Интересно, что съемки «Выкупа» были прерваны из-за операции Гибсона по удалению аппендицита, и по итогу он был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. А сцена в «Теории заговора», где его герой «Водитель такси» рассказывает эти самые теории, придумал сам актер. Актер на расхват В 1998 году «Смертельное оружие» снова вернулось на большие экраны. Тогда вышла четвертая часть, а зарплата Мэла выросла до 25 миллионов. Знаменитость был очень востребован и снимался в одном проекте за другим. Драме «Отель. Миллион долларов», криминальном экшн-триллере «Расплата», «Ромкоме. Чего хотят женщины», принесшему актеру номинацию на «Золотой глобус», и исторической драме «Патриот» с гонораром в 25 миллионов. В последний должен был сняться и Кевин Спейси, но после выплаты гонорара герою этого видео в бюджете не осталось денег на зарплату еще одной знаменитости. Кроме того, Мэл озвучил мультфильм «Побег из курятника» и сериал «Симпсоны». А вот от возможности озвучить пародию на самого себя в «Гриффинах» он отказался. Позже он признался, что жалеет о решении и считает тот эпизод уморительным. В начале нулевых Гибсон снялся в военной драме «Мы были солдатами», в фантастическом триллере «Знаки», в комедийном мюзикле с Робертом Дауни-младшим «Поющий детектив» и в комедийном сериале «Настоящие дикари». Стандартный гонорар Мэллов кино в то время составлял комфортные 25 миллионов, и он решил больше заниматься собственными проектами. Так, в «Дикарях» он не только сыграл роль, но и выступил сценаристом и продюсером, а также режиссером нескольких эпизодов. Страсти Христовы Но самым важным проектом была религиозная драма «Страсти Христовы», над которой Гибсон работал с привычной тщательностью и вложил собственные 45 миллионов в производство и маркетинг. Сценарий был создан на основе четырех канонических евангелий от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Но главное, он был написан на английском языке и переведен на латынь и реконструированный арамейский. Причем в тексте специально делали ошибки, когда персонажи говорили на неродном языке. Также Гибсон консультировался с несколькими теологами, а во время съемок в Италии на площадку ежедневно приходили местные священники, чтобы давать советы и даже служить мессе. Мэл позже признавался, что задумал фильм еще в начале 90-х, а снять его он решил, чтобы исцелить себя от депрессии. После премьеры, которая состоялась в феврале 2004-го, публика разделилась на два противоборствующих лагеря. Одни восхваляли фильм, другие возмущались. Из-за содержания ленты Мэлла подозревали в антисемитизме, и не зря. А его высказывание, что снять Страсти Христова ему помог Святой Дух, вызывали обсуждение. Тем не менее, Страсти Христовы стали самым кассовым, не англоязычным фильмом всех времен, и удерживали этот рекорд до 2017 года. А для создателей картины было важно, что ее высоко оценил Папа Римский Иоанн Павел II. Кстати, 100 миллионов долларов из кассы фильма Мэл Гибсон пожертвовал католической церкви. В 2004-м Мэл Гибсон занял первое место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей с доходом в 210 миллионов. По другим оценкам, личная прибыль знаменитостей от фильма Страсти Христовы составила 400-475 миллионов. Однако сразу за успехом последовал оглушительный провал. Антисемитизм и апокалипсис Ранее уже попадавший в неприятности из-за оскорбительных высказываний и алкоголизма актер в 2006 году переплюнул сам себя. Он был арестован за вождение в нетрезвом виде, а по ходу дела жаловался офицеру, что жена его бросит и обвинял евреев во всех бедах. За правонарушение ему пришлось платить штраф и публично предостеречь водителей садиться за руль нетрезвыми, а за антисемитские высказывания не раз извиниться. Он называл свое поведение безобразным и признавал, что временно потерял рассудок. Мэлу нужно было как можно скорее замять скандал, ведь гнев общественности мешал промо его очередного проекта. В декабре того же года состоялась премьера исторического экшена «Апокалипсис» спродюсированного и срежиссированного Гибсоном. Также он стал соавтором сценария. На этот раз Мэл обратился к периоду упадка цивилизации майя. Съемки проходили в Мексике, в каст входили в основном актеры из числа коренного населения, а говорили они на языке юкатекских майя. Чтобы точно отобразить культуру майя, Гибсон и его команда сотрудничали с историками, антропологами и прочими экспертами. Но несмотря на это «Апокалипсис» столкнулся с жесткой критикой из-за негативных стереотипов о жестокости майя. Гибсон признавал, что некоторые моменты были преувеличены, но это было сделано, чтобы подчеркнуть упадок цивилизации. Критика не помешала фильму получить три номинации на Оскар – одну на «Бафта» и одну на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Многие критики отмечали атмосферный саундтрек, созданный композитором Джеймсом Хорнером под руководством Гибсона. Они вместе работали над тем, чтобы музыка дополняла повествование и погружала зрителей в мир древних майя. Кстати, в Мексике «Апокалипсис» приняли положительно. Согласно опросу, 80% мексиканцев назвали фильм хорошим или очень хорошим. Большие проблемы В следующие несколько лет Мел Гибсон занимался продюсированием, хотя в основном решал свои проблемы. Во-первых, из-за мировой рецессии 2008 года его личное состояние сократилось примерно с 900 миллионов до 650. Во-вторых, через год жена Мелла подала на развод. Позднее актер признался, что сразу после их знакомства подумал «однажды она уйдет от меня». И Робин действительно ушла, на следующий день после его ареста в 2006. Экс-супруги сослались на стандартные непримиримые разногласия, а бракоразводный процесс длился еще несколько лет. Еще до его завершения в личной жизни Мелла успело произойти много событий. В апреле 2009-го он представил публике новую избранницу – писательницу и пианистку Оксану Григорьеву. С ней Мелл пришел на премьеру фильма «Люди Икс. Начало Росомаха». А уже в октябре у них родилась дочь. Счастье длилось недолго, ведь весной 2010-го стало известно, что одна из самых обсуждаемых пар мира намерена расстаться. В июне между Меллом и Оксаной началась череда судов за опеку над дочерью. К тому же Григорьева обвинила мужчину в домашнем насилии и добилась охранного ордера. Он, в свою очередь, зачем-то получил ответный охранный ордер. А в итоге бывшие заключили мировое соглашение. Они договорились о совместной опеке, и Григорьева получила 750 тысяч долларов и дом в Шерман-Оукс до тех пор, пока их дочери не исполнится 18. Оксана потом поняла, что приняла невыгодные условия, но эта история изрядно потрепала и так уже прохудившуюся репутацию Гибсона. Черный список Голливуда Пока шли судебные разбирательства, появились аудиозаписи разговоров актера с Оксаной, на которых он предстает в ужасном свете. Например, он допустил расистские высказывания, из-за чего попал в черный список Голливуда. В том же 2010-м с ним отказались работать актеры и съемочная группа фильма «Мальчишник 2» из Вегаса в Бангкок, где Гибсон должен был сыграть небольшую роль. В конце 2011-го, наконец, завершился развод Мэлла с Робин, и, как говорят, сумма, уплаченная его бывшей жене, стала самой крупной в истории Голливуда и составила более 400 миллионов долларов. У пары не было брачного контракта, поэтому по законам штата женщина получила половину всего, что экс-супруг заработал за время их брака. Сниматься в то время Гибсону удавалось редко и в не очень крупных проектах. За несколько лет фильмография актера пополнилась детективным триллером «Возмездие», боевиками «Веселые каникулы» и «Мачете убивает». Причем зачастую ленты даже не окупались в прокате. Так было и с драмой «Бобер». Ее создавали с прицелом на «Оскар» и несколько раз переносили премьеру в надежде на улучшение имиджа Гибсона. Но в итоге даже отказались от широкого проката из-за низких сборов. Выбраться из черного списка Меллу помог его давний друг Роберт Дауни-младший. Он выступил в защиту Гибсона и пригласил в качестве своего гостя на одну из церемоний, где ему вручали награду. Кстати, когда в 1924 году Роберт получал премию Гильдии актеров за роль в «Оппингеймере», он в своей речи снова поблагодарил Мелла Гибсона, за что потом отхватил долю критики. Но их дружба пережила слишком многое, чтобы зависеть от общественного мнения. Руку помощи Меллу протянул и Сильвестр Сталлоне, пригласив сняться в третьей части «Неудержимых». Ему досталась роль торговца оружия. А достанете атомное оружие? Возможно. Но очень часто люди слишком ревностно к нему относятся. Я не хочу, чтобы вы случайно убили всех моих клиентов. Или намеренно. Новый взлет Дальше актер появился в боевике «Кровный отец», который даже не окупил производство. Но главную ставку Гибсон делал на свой режиссерский проект «Биографическую военную драму по соображениям совести». Вы издеваетесь, Дос? Нет, нет, сэр, я доброволец. Я с радостью буду носить военную форму, салютовать флагу, исполнять свой долг. Но только... Только не носить оружие и никого не убивать. Ставка сработала. И лента с антивоенным посылом, и Эндрю Гарфилдом в роли реально существовавшего парня, спасшего 75 солдат во время Второй мировой войны, была высоко оценена. Премьерный показ состоялся в Венеции, и, по словам Мэла, публика аплодировала 9 минут 40 секунд. Он сам засекал. Картина получила главные номинации на «Золотой глобус» и «Оскар», причем две статуэтки «Оскар» достались создателям фильма за монтаж и звук. Сам Гибсон даже был отмечен премией за восстановление репутации от «Золотой малины». Хотя раньше эта антипремия не была к актеру благосклонна. С тех пор фильмография знаменитостей ежегодно пополняется новыми проектами. Так, в 2017-м он сыграл в комедии «Здравствуй, папа! Новый год 2», представ в образе отца героя Марка Уолберга. Я не буду драться со стариком, чья задница торчит из больничного халата. Это греко-римский стиль. Давай, давай! Ты как великий сантик, я не буду драться! Заканчивай! Ложись на кровать! Эй! 1-0, слабочерка! В том же году Мел снова стал отцом в реальной жизни. Его девушка-сценаристка и кинорежиссер Розалинд Рос родила сына. Они познакомились в 2014-м, когда продюсерская компания Гибсона наняла девушку в качестве соавтора сценария. Проблемные фильмы В 2018 году актер сыграл полицейского ветерана Бретта Риджмана в «Боевике закатать в асфальт» и оксфордского профессора Джеймса Мюррея в биографической драме «Игры разумов», основанной на книге Саймона Винчестера. Интересно, что права на её экранизацию Гибсон приобрёл ещё в 99-м году, но долго не мог реализовать свою задумку. Однако, даже когда производство стартовало, всё пошло не по плану. Мел хотел сам занять режиссёрское кресло, однако студия наотрез отказалась проводить съёмки на натуре в Оксфорде, как хотел Гибсон. Фильм уже и так выходил за рамки бюджета, к тому же срывался рабочий график. Спор решали в суде, а новым режиссёром стал один из авторов сценария. В итоге Гибсон проиграл суд и довольствовался тем, что не стал принимать участие в рекламной кампании. В 2019 году знаменитость сыграл полковника Клайва Вентера в научно-фантастическом боевике «День курка» и на съёмках случайно нанёс Фрэнку Грилла сильный удар по лицу, что у того произошло смещение челюсти. Но Фрэнк никому ничего не сказал, чтобы не прерывать съёмочный процесс, так что челюсть ему вправили только через 8 часов после удара. В следующие годы вышли боевики «Сила стихии», «Охота на Санту», «Игра агента», «Одинокий волк» и «Детектив Вальдо». Они не получили большой известности, как и лента 22-го года в эфире. Но неожиданно, через пару лет этот триллер оказался на втором месте в списке самых популярных фильмов на Netflix. О причинах такой популярности можно только догадываться. Возможно, пользователи решили, что в эфире идеально подходит для вечеринки с просмотром плохого фильма. Я не могу оставить тебя в эфире. Давай пообщаемся приватно. И я обещаю, мы всё избрали. Если меня снимут с эфира, я поднимусь наверх и всех убью. Ты никого не убьёшь, хорошо? В 22-м году вышло ещё несколько лент с участием нашего героя. Биографическая драма «Отец Стю», «Боевики. Взрывная игра», «Парни под прикрытием» и «Триллер-бандит». А следующими актёрскими проектами Гибсона стали криминальные ленты «Дорога отчаяния», «Время расплаты» и криминальный мини-сериал «Континенталь». Но, сэр, о визите на этот этаж нужно предупреждать. Конечно. О чём я думал? Будь так добра. Планы В 24-м году вышел очередной в карьере Мэлла боевик «Список подозреваемых». А в планах триллеры «Бойз оф Саммер», «Лео и Столедо» и пятая часть «Смертельного оружия». Причём знаменитость не только вернётся к роли Мартина Рикса, но и возьмёт на себя режиссёрские обязанности покойного Ричарда Доннера. Вообще, Гибсону больше нравится именно режиссура. Он говорит, что, по сути, это такое же рассказывание истории, что и актёрство, но с гораздо большим контролем. Сейчас на этапе постпродакшена находится триллер «Риск побега», где главную роль сыграл Марк Уолберг. Актёр считает Гибсона талантливым режиссёром и очень хотел поработать с ним именно в таком качестве. Марка поразила, что съёмки длились всего около 20 дней. Это рекорд в карьере Уолберга. В день они проходили по 15-20 страниц сценария. При этом режиссёр точно знал, чего он хочет и как этого добиться. Мел Гибсон также работает над продолжением нашумевшей ленты «Страсти Христовы», которая получит под заголовок «Воскрешение». Кроме того, он заявлял о намерении снять картину по сценарию своей возлюбленной Розалинд Рос о битве за Кинаву в ходе Второй мировой войны. Кстати, ранее знаменитость уже касался темы войны в Азии. В 15-м году он стал художественным руководителем и продюсером китайского блокбастера «Бомбардировка» с Брюсом Уиллисом и Эдрианом Броуди в главных ролях. Действие фильма происходит в период Второй Японо-Китайской войны 1938 года. Правда, в Китае лента так и не вышла из-за обвинений в финансовых махинациях одного из актёров. Но имя Гибсона на этот раз не всплывало в скандалах. Сложный характер Жизнь научила Мэла держать своё мнение при себе, ведь оно у него почти всегда спорное. Он сам признаёт, что абсолютно не политкорректен, более того, считает пугающим и вредным для интеллекта необходимость быть тактичным. Говорит он. Чувство юмора Гибсона тоже не всем нравится. Например, Хелена Боннэм-Картер, которая играла с Мэлом в Гамлете, охарактеризовала его юмор как примитивный, туалетный и не очень изысканный. Софи Марсо тоже вряд ли понравились шутки Мэла. На съёмках «Храброго сердца» он в качестве розыгрыша часто демонстрировал ей свои гениталии. А Джулии Робертс на съёмках «Теории заговора» он преподнёс завёрнутую в подарочную бумагу дохлую крысу. Политические взгляды Гибсона называют ультраконсервативными и приписывают ему поддержку республиканской партии, хотя сам он никогда не называл себя таковым. Например, он положительно отзывался о президенте-республиканце Джорджи Буше-младшем, однако выражал сомнения по поводу войны в Ираке. Более-менее уверенно можно говорить разве что о том, что во многом его позиции соответствуют традиционному католицизму. Со времён подготовки к съёмкам фильма «Страсти Христовы» в библиотеке Гибсона есть книги с раннехристианскими текстами. Кроме того, он собрал небольшую коллекцию древних деревянных крестов, икон и антикварной мебели из европейских монастырей. После нескольких курсов реабилитации Мэлу всё-таки удалось обуздать тягу к алкоголю. Помогло и лечение от депрессии, от которой он страдал с подросткового возраста. А вот от привычки курить Гибсон не избавился. В нулевых жена убедила его ограничиться тремя сигаретами в день, но продержался Мэл недолго. Материальные блага Состояние знаменитости оценивается в 425 млн долларов, что весьма неплохо, учитывая все проблемы и скандалы. За десятилетия карьеры он успел сняться в рекламе японского пива Асахи и автомобилей Субару, а также обзавестись многочисленными объектами недвижимости. С 1994 по 2007 он владел поместьем в Гринвиче, штат Коннектику. И если купил Мэл его за 9 миллионов, то продал уже за 40, чтобы уладить развод с Робин. С 2008-го у него в собственности есть дом в Малибу, который он купил за 11,5 миллионов. Несмотря на то, что Гибсон несколько раз выставлял недвижимость на продажу, особняк с пятью спальнями и еще одной в гостевом домике, библиотекой, просторными гостинами и двумя бассейнами во дворе все еще принадлежит ему. Также у Мэла есть ранчо на Коста-Рике, купленное в 2007-м за 26 миллионов после съемок апокалипсиса. Имение в испанском колониальном стиле окружено густой растительностью, но неподалеку есть живописный пляж. От недвижимости в родной Австралии Мэл избавился в 2004 году за 6 миллионов, а чуть позже отдал 15 за частный остров Маго на Фиджи. В 2009-м он купил особняк в Шермоноукс, Калифорния, чтобы жить там с Оксаной Григорьевой и их дочерью. Но эти планы не сбылись, а дом долгое время был в собственности Гибсона, пока в 2017 году он не продал по убыточной стоимости за 2,1 миллиона. Среди автомобилей, на которых знаменитость был замечен, есть неприметная Тойота Крис Сида и люксовая Мазерати за 110 тысяч долларов, но последнюю Гибсон разбил в Малибу во время судов с Григорьевой. Мел Гибсон – противоречивая фигура. А как лично вы к нему относитесь? Поделитесь в комментариях.